Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Где можно поработать летом? Какие вакансии могут предложить молодежи о сезонном трудоустройстве детей и подростков? Говорим сегодня в нашей студии директора молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, планами, даже цифрами, я бы сказала, на лето. Сколько будет детей и подростков трудоустроено? Какие перспективы на это лето? В этом году на летний период мы планируем, что подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно мы трудоустроим более 2,5 тысячи человек. Ребятам предлагаются вакансии, такие как помощник-специалист, это работа с документами, с архивом, что-то оформлять непосредственно на компьютере, уборщик территории, уборка, благоустройство каких-то площадей, помощник-садовник, сейчас у нас он такой пользуется популярностью, интересно. Нужно набраться опыта и пригодиться потом и на даче, и везде, потому что нужно представлять, конечно, работу садовника, а помощникам, в общем-то, очень заманчиво. В основном, тем более, это такие организации, которые непосредственно работают с растениями, да, то есть это может быть, например, к примеру, ботанический сад, областная станция юных натуралистов. И на свежем воздухе. Одни преимущества. Да, но здесь прелесть также в том, что такие ребята идут, как правило, одни, а работает много человек, они обретают себе во время летнего периода еще и друзей новых, да, с которыми общаются в течение учебного года. Да, знания, опыт, друзья, свежий воздух. И денежные средства, что немаловажно. Конечно, также подсобный рабочий, есть вакансия, планируется, что со следующей недели также введем помощник почтальона, обязательно будет. В прошлом году мы как бы пробовали, такой эксперимент у нас был. Также кому-то понравилось, кому-то не понравилось, но больше положительных отзывов непосредственно. Это по почтальонам? По почтальонам, да. В июне многие дети вышли помощником вожатым в лагерях дневного пребывания, те ребят, кому 16-17 лет, ну и, конечно, традиционно остается помощник библиотекаря. То есть вот такой спектр, так как дети у нас, подростки, не имеют профессионального уровня квалификации и подготовки, мы, к сожалению, да, вот такие вакансии мы можем предложить. Но в основном это, еще раз повторюсь, государственные, муниципальные учреждения, общественные организации, промышленные предприятия, городоуправляющие компании. То есть по городу у нас таких более 150 организаций, да, с которыми вы сотрудничаете. С чем мы сотрудничаем. А частные никак не идут на контакт, у них нет интереса, да, вот какой-то выгоды от того, чтобы принимать такие действия? Ну, все-таки предполагается, что программа финансируется из бюджета городского округа Самара, мы также получаем дополнительные субсидии из областного бюджета, и все-таки организуются временные рабочие места именно вот в той социальной сфере, да, где необходим все-таки, необходима помощь, особенно вот в период лета, многие основные специалисты, основной персонал уходят в отпуска, и на период, как бы, отпусков, получается, наши подростки заменяют, да, помощники, да, заменяют эту работу, выполняют и так далее. Вы сказали, от 14 до 17 лет можно трудоустроиться, а возраст такой, наиболее вот часто к вам обращаются подростки, какого возраста все-таки? Потому что, действительно, кажется, 17 лет уже... Да. У них уже планы такие серьезные более. Конечно, но вот по практике прошлого года, 2015 года, за летний каникулярный период, процентов 70 к нам обратились ребята именно 14-15-летнего возраста. Все-таки получить первоначальный опыт, скажем так, в тепличных условиях, государственных, муниципальных учреждениях, соответственно, наставникам, все-таки удобнее, приятнее и так далее. Ребята, кому 16-17 лет, все-таки были, наверное, ориентированы на зарплату чуть более выше и на получение каких-то таких профессиональных навыков, которые уже, ну, ориентированы на их будущую карьеру, на выбор будущей профессии, скажем так. В этом году также ребята могут поработать с 14-15-летний 5 часов в день, в пятницу 4-16-17-летний до 7 часов в день, суббота, воскресенье, выходной. То есть графика по сравнению с прошлым годом не изменилась. – Какие-то есть ограничения для детей и подростков, когда вы отказываете ребенку? Вот это тоже важно знать, чтобы… – Нет, трудоустраиваем всех желающих, но, конечно же, подростки, которые относятся к категории трудной жизненной ситуации, да, это и подростки с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, малоимущих семей, родители, которых потеряли работу, да, там ряд еще очень много категорий, они трудоустраиваются, конечно же, в первую очередь. – Для них приоритет. – Да, для них приоритет, конечно. Но, опять же, повторюсь, мы ориентированы в этом году максимальное количество взятий ребят на летний период, поэтому желающих сейчас принимаем всех на работу. Вот, самое главное, что был пакет документов. – А не получится такого, что желающих будет больше, чем вакансий? Потому что, ну, время такое, как-то с трудоустройством, и у взрослых-то проблемы, не говоря уже о молодежи. – Мы постоянно работаем с работодателями, обновляем перечень вакансий, да, то есть, возможно, такая ситуация бывает, когда в июне там организация предлагает, в июле увеличивает или, наоборот, сокращает рабочие места, да, по независимым от нас обстоятельствам и так далее. Просто, еще раз повторюсь, организация относится очень достаточно ответственно. В каждой организации назначается приказом ответственной, оформляется также всю работу, которую они выполняют на бумажном носителе, да, расписывается в журналах о проведении инструктажей по технике безопасности, ответственно ведет табель учета рабочего времени, на промышленных предприятиях работают наставники, также приказом закрепляется наставник. Многие предприятия заинтересованы в том, чтобы эта молодежь дальше приходила в эту организацию, особенно вот такие предприятия, как завод приборных подшипников, авиакор авиационный, завод Газпром, Трансгаз Самара, то есть спектр достаточно большой, завод Салют Краснодарского района, да, они с нами работают из года в год и заинтересованы в том, чтобы молодые кадры все-таки хорошо адаптировались в этих условиях на промышленных предприятиях. То есть нужно сначала, прежде чем прийти на работу, уже на это предприятие, получить образование профессиональное, да, то есть происходит такая профориентация, так сказать, не сразу они придут работать, да, вот как отработали летом. Да, да, конечно же, когда мы направляем на летнее, скажем так, на лето, на работу в качестве такой подработки, то здесь больше такого адаптивного, социального направления, да, организации проводят экскурсии даже там по предприятию, знакомятся с работой цехов, да, показывают, там, какую-то продукцию на предприятии, больше такого ознакомительного характера. И, конечно же, рассказывают о тех социальных программах, которые действуют на предприятии, и в дальнейшем какую надо получить профессию, чтобы трудоустроиться. Плюс для ребят в том, что здесь ты поработал в летний период, да, получил денежные средства, познакомился с этим предприятием, и решил в дальнейшем для себя, хочешь ли ты идти в этом направлении, обучаться или нет. Ну и, конечно же, на будущее, вот в качестве такой перспективы, конечно же, если ребенок когда-то проходил такую стажировку, или вот как у нас временное трудоустройство, конечно же, предприятие будет заинтересовано в том, что если он пришел повторно, взять его на постоянное место работы уже во взрослом возрасте. Да, потому что он уже определился, сделал свой выбор, попробовал. Конечно, конечно, он посмотрел, да, то есть у него были какие-то наверняка вопросы, да, он увидел этот темп, ту корпоративную культуру, которая есть в этой организации. Конечно же, это вот с целью профориентации очень правильно, познавательно и так далее. Но вообще по профориентации, даже если есть такие ребята, которые сомневаются в выборе своей профессии, у нас работают замечательные профконсультанты, которые также могут провести в летний период профтестирования, да, уже с заключением. И мы подберем как бы те варианты трудоустройства, которые будут близки. Ну, хотя бы ребенок будет понимать, в каком направлении двигаться дальше. Потому что очень часто бывает, что мамы, папы хотят, чтобы он работал помощником специалиста с документами. Но по практике бывает такая ситуация, что ребенок очень творческий. И с документами ему очень тяжело. И вот он работает этот месяц, для него это вот в таком напряжении очень. Поэтому важно определить и выбрать те профессии. Очень часто пугают родителей, может быть, название той должности, которую мы предлагаем. Еще раз говорю, что там ребенок, как правило, работает не один. Он работает, скорее всего, в бригаде, где-то от пяти до двадцати даже человек есть в некоторых организациях. Это очень достаточно всегда дружный коллектив, всегда хороший, ответственный, грамотный. Очень часто бывает, когда они действительно именно дружат, и потом долгое время дружат, и между собой даже координируют трудоустройство. На следующий год давайте все вместе трудоустроимся. Здесь очень важно, что он вступает в такую профессиональную деятельность не один, а с своими сверстниками, с новыми друзьями, и очень хорошо адаптируется. Я думаю, что для молодежи очень важно, для подростков быть в своей среде, в своей возрастной категории. И вот о льготных категориях еще хотелось бы уточнить. Вы сказали, что дети с инвалидностью даже могут претендовать на работу. А для них какие места рабочие могут быть организованы? У них же своя специфика должна быть. Да, все верно. Здесь мы, конечно же, смотрим по тем медицинским показаниям, противопоказаниям, которые есть к работе, и подбираем организацию, которая также находится близко к дому, и которая может взять ребенка с той или иной инвалидностью, с тем или иным заболеванием. Как правило, это бывают и центры семьи, социального обслуживания семьи и детям по месту жительства. Часто это бывают библиотеки какие-то районные, берут таких ребят. Может быть, это такие организации, как ипоцентр, ипотерапия, где животные, и вообще много. Например, в июне у нас несколько человек работает уже детей с инвалидностью. То есть они совмещают, скажем так, приятность с полезным. Здесь часто возникают трудности именно родителям. Нам важно всегда проговорить с родителем, чтобы родитель поверил в то, что его ребенок сможет поработаться в летний период. Барьеры, как правило, всегда есть у родителей. А разрешение нужно от родителей? Конечно, обязательно разрешение нужно. И родителю решить, что здесь ничего страшного нет. Мы всегда говорим, если вы боитесь заключать договор на какой-то большой период, на три недели, давайте попробуем буквально на одну неделю, на пять рабочих дней. Как вы справитесь с такой нагрузкой, что ребенок вышел на работу? Как ребенок сам? Потому что, как правило, такие дети очень тепличные, закрытые, очень мало общаются со сверстниками. И родители тоже не всегда очень положительно воспринимают эту информацию. Еще раз повторюсь, у нас работают психологи, которые также, если родитель сомневается, но есть желание, может обратиться к психологу на консультацию. Мы можем подобрать такое рабочее место, где родитель может также выйти с ним первые дни, просмотреть, что ребенок будет выполнять. Но я уверяю, что если у нас как бы все сложилось, ребенок вышел на работу, то такие дети всегда приходят в следующий летний период обязательно поработать в каком-то месяце. То есть таких негативно настроенных, которые решили для себя, что они не будут больше трудоустраиваться, нет. Я вас уверяю. Практика всегда показывает обратно, что все довольны в этой ситуации. И родители, и дети. А какое материальное, помимо морального, моральной компенсации, материальное какая? Вот интересно, просто увеличивается ли вот эта вот заработная плата или нет? Или она остается на том же уровне, а может в связи с кризисом и меньше стало? Ну нет, здесь, конечно, есть приятная составляющая. Заработная плата у нас ориентирована на минимальный размер оплаты труда. И с 1 января, вот в июне месяце, составляет 6204 рубля. С этой суммой удерживается 13% подоходный налог, но также дети у нас имеют право получить материальную поддержку от центра занятости населения городского округа Самар, который в настоящий момент составляет 1275 рублей. Ну и о приятном, то что размер минимального размера оплаты труда увеличивается с 1 июля и составит 7500 рублей. То есть ребята, которые поработали, получат из расчета 7500 рублей и плюс также 1275 у центра занятости населения. Я так думаю, что все равно это для первоначального опыта, для тех детей, которые... Все-таки это дети, давайте не забывать, что многие даже у нас теряются в оформлении документов при трудоустройстве. Не все у нас такие достаточно активные. Это очень хороший опыт и хорошая, конечно же, возможность первых заработанных денег. Да. Ну вот вы уже сказали про оформление документов. Вообще, что это за процедура? Долго ее проходить? Кого-то это отталкивает, останавливает или нет? И вообще перечень вот этот где взять? Угу. Значит, по поводу перечень документов. В Законодном Трудовом кодексе на Российской Федерации труд несовершеннолетних у нас, конечно же, определенными статьями. Поэтому мы, к сожалению, тут никакие моменты обойти не можем. Но это хорошая репетиция и подготовка к взрослой жизни, потому что, да, всегда я говорю, приличная работодатель тоже попросит определенный пакет документов и взрослого человека. Я остановлюсь на трех основных моментах, которые необходимы. Это все же медицинская справка формы 086У, да. Опять же говорю, многие наверняка ездили в лагерь, оформляют эти справки в медицинских учреждениях. И также непосредственно можно оформить эту справку в медицинском учреждении, либо школьного врача, да. То есть нам такой вариант подойдет. Второй момент, так как мы учреждения, которые работают с детьми, принимаем их к себе в штат, то нам необходимо предоставить справку об отсутствии или наличии судимости. Также система интернет нам позволяет ускорить этот процесс. Если родитель или ребенок зарегистрирован на портале госуслуг или прошел через регистрацию на портале госуслуг, это займет буквально два дня с подтверждением своей личности в отделении почты, то можно получить за пять рабочих дней. Пять рабочих дней. Ну, если как бы тут не очень получается, то у нас есть еще два запасных вариантов. Это обратиться в многофункциональный центр по месту жительства, их сейчас очень много. И сроки выполнения у них сейчас тоже в районе двух недель. Ну и традиционно это полевая четыре, можно заказать справочку там с паспортом, ксерокопию паспорта. Для ребят, кому 14 лет, только кому 14, необходимо предоставить заявление от родителей и обязательно согласие органов опеки и попечительства. Непосредственно весь, какую-то консультацию мы всегда в центре расскажем, подскажем. Все службы, которые я озвучила, да, и органы опеки и попечительства, и медицинские учреждения, и МФЦ-центры, все знают о нашем трудоустройстве. Поэтому здесь проблемы не возникают, то есть достаточно оперативно, по мере возможностей, там, выполнения административных регламентов, эти документы выдаются. А вообще вот сроки работы, вот с 1 июня, да, начинается работа, и по 31 августа или нет? Нет, сроки разные, все же многие дети уезжают из города, да, и многие там, например, заканчивают все равно там обучение в июне месяце, задают экзамены. Поэтому в июне были вот сроки, например, с 6 по 24 июня, с 14 по 24, с 20 по 24, можно с 20 по 29. Сейчас еще не поздно, да, вот если запланировать на август поработать, можно сейчас обращаться, начинать собирать документы? В июле можно, то есть сейчас прекрасно, если кто вот услышал эту информацию, хочет поработать, прекрасная возможность собирать документы для трудоустройства в июле. Скорее всего, там дети приступят 1 июля на работу. Ну вот вся полная информация у нас представлена на сайте mc-samara.ru, то есть там прям пошагово выложена информация, где какие документы необходимы. Потому что там требуется еще ксерокопия паспорта, ксерокопия снилс, но это все легко, поэтому я как бы не обсуждаю это слово. Да, вот еще мы про профориентацию с вами уже рассказали, и такая тема, если все-таки молодой человек захочет работать не на предприятии, не в учреждении муниципальном или государственном, а заняться своей предпринимательской деятельностью, вот уже с молодых лет, вот такие у него планы. Вы можете как-то ему помочь, ориентировать и даже знания какие-то дать? Потому что это тоже важно, нельзя исключать вот эту прослойку или категорию, что вот может и такое быть. Конечно. Смотря какой возраст ребенку определен, да, здесь разный вариант. Если он прошел тестирование, все-таки хочет самостоятельно. У нас также в течение года проходят такие занятия, как называется, вектор развития. Эти занятия ориентированы как раз вот на молодых людей, и тематика все-таки там дается основу предпринимательской деятельности, да. Мы пишем проекты, защищаем, и в дальнейшем ребята получают возможность участвовать с этими проектами в различных конкурсах, грантах и так далее. У нас мы можем также трудоустроить, направить непосредственно в такие структуры, как самарский бизнес-инкубатор, где этот ребенок изнутри посмотрит, также в должности помощника специалиста, но он изнутри уже как бы увидит всю эту структуру, да, какие-то выводы для себя сделает и будет понятно, да. Пожалуйста, можем направить в общественные организации, да, которые также участвуют в получении каких-то грантов, субсидий, и он уже также на практике может увидеть вот эту вот практическую составляющую, что нужно для того, чтобы получить грант или принять участие в той или иной программе. Мы также хорошо взаимодействуем здесь и с центром занятости населения, да, то есть мы можем какое-то ходатайство сделать с этому ребенку, если видим, что у ребенка готовый проект, он достаточно перспективный, да, он может также обратиться в центры занятости с нашим ходатайством и принимать участие, получить пособие, там, определенные виды пособия у них есть, непосредственно на открытие собственного бизнеса. Если мы уже говорим о ребят постарше. Понятно. А когда к вам обращаются подростки, они уже приходят с определенным таким вот желанием работать с тем-то и тем-то или могут поменять его? Могут поменять, то есть такое очень часто бывает, что, например, в один месяц он работал в одной должности в одной организации, в второй месяц во второй организации. Да, потому что если у него планы большие, а вот в работа не подошла. Да, в третий месяц в другой организации, тоже разная, да, как бы, но, наверное, все же процентов 60-70 получается так, что они идут в одну организацию, как правило, остаются в этой организации, уже вникают в работу, они уже обучены, они уже понимают, они получают как бы удовольствие от работы, да. Они, как бы, уже знают весь коллектив, какие требования в той или иной организации, да, как правило, уже идут из месяца в месяц в одну организацию. И вот если вернуться к льготным таким категориям, дети в трудной жизненной ситуации, вы, не факт, что они сами будут обращаться за работой, вот как вы их находите и вообще вот как вы с ними работаете? Угу. Ну, на самом деле, как бы, здесь большой фронт работы. Непосредственно те ребята, которые стоят на учете у нас в комиссии по делам несовершеннолетних, они тоже относятся к этой категории. Мы сами специалисты центра, выходят на комиссию, участвуют в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних непосредственно уже и дают таким ребятам направление. Конечно же, это, ребята, особая категория, что нам говорить, да, и, как правило, мы их большей части направляем на промышленные предприятия. Ольга Юрьевна, прерву вас, потому что к нам дозвонились телезрители, а потом продолжу. Хорошо. Здравствуйте, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, я вам дозвоню. Здравствуйте. Сызранику можно обратить. Очень приятно. Какой у вас вопрос? Из Сызраник к нам дозвонились. Ух ты. Сызранику там можно обратиться, чтобы трудоустроить несовершеннолетнего. Угу. Сновидники. Угу. Здравствуйте, очень приятно. Спасибо за вопрос. Непосредственно в администрации города, городской округ, он, наверное, Сызрань, тоже можно обратиться за помощью и непосредственно за содействием в трудоустройстве вашего несовершеннолетнего подростка. Потому что все муниципальные образования получают субсидии из областного бюджета непосредственно на трудоустройство несовершеннолетних. Это может быть либо отдел по делам молодежи, администрации Сызрани, либо может быть домолодежных организаций. То есть в эти две организации можно будет обратиться и вас наверняка проконсультируют и дальше сориентируют в этом вопросе. Да. И, значит, дети вот в сложных жизненных условиях, как все-таки вот с ними строится работа. Ну да, вот которые состоят у нас на учете, такие ребята, их вот мы направляем большей частью на промышленные предприятия. Все-таки мы для себя решили и уже практика многолетняя показывает, что здесь хорошо работает человеческий фактор. Если все-таки наставник такой интересной личности, а, как правило, это люди с опытом, в возрасте, да, то всегда ребята тянутся к таким людям. Здесь уже как бы личностные такие отношения выстраиваются, да, и такие ребята стараются все-таки быть лучше. Как правило, тоже бывает, если это ребята, допустим, приходят с Кировского района, советские, у них родители работали на том или ином предприятии. Нам удается как бы тоже зацепить этого подростка и в этом же направлении повести, что давай, пойдем, представляешь, какая практика, ты так же, как вот твои родители, тоже будешь работать. Да. Вариант такой возможен. Если говорить все-таки о ребятах, которые находятся под опекой, их, как правило, направляют в центры социальной поддержки семьи и детям. Если многодетные семьи, так же управление социальной поддержки очень много направляет. Если это ребенок, который стоит на внутришкольном учреждении школы, мы очень много участвуем и выходим сами в учебные образовательные учреждения в течение года. Мы также проводим такой большой проект, как Дни профориентации в Самаре, проводим проект кадры. Мы выходим вместе с работодателями. Обычно это бывает в весенний период, с февраля по май. И непосредственно ребятам уже рассказываем мы о своей программе трудоустройства, работодателям рассказывают о своих требованиях, какие есть. То есть рассказывают, как пройти собеседование, как попасть к ним на предприятие, в каких программах они могут принимать участие непосредственно на предприятии. То есть такой охват у нас достаточно большой. Вот в этом году мы за весенний период охватили все же больше трех тысяч подростков непосредственно через вот эти проекты. Хорошо. А как-то с волонтерами вы связаны? Не все же вот только вот за деньги идут работать, чтобы получить, а есть еще люди, которые вот к такой деятельности склонны. Да, есть у нас ряд проектов, где непосредственно участвуют также волонтеры. Мы здесь очень тесно с сотрудничаем с Самарским домом молодежи, непосредственно нашим Самарским, который находится на проспекте Ленина, 14, 3, проспекте Ленина, 3, извиняюсь. Здесь тоже ряд проектов. Эти ребята участвуют в мероприятиях, посвященных 9 мая, будут участвовать 12 июня и так далее. Очень много волонтеров, которые у нас участвуют в организации праздников для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Есть волонтеры, которые выходят в школы-интернаты, проводят там мероприятия непосредственно. Здесь как бы спектр большой. Действительно есть и такие ребята, которые вот в этом году, например, от 16 и до 30 лет ребята участвовали в школе вожатского мастерства. И непосредственно уже поедут вожатыми, уже многие выехали на первую смену в лагеря Самары, Самарской области, Краснодарского края. Те ребятам, кому 16-17 лет, они в силу возраста могут быть только помощниками в вожатых в лагерях дневного пребывания, при образовательных учреждениях, при школах. А ребята, те, кому уже постарше, они уже полноценно вожатые. Это тоже определенная элита, определенная категория граждан, которая такая всегда позитивная, веселая, интересная. В этом году больше 200 человек у нас непосредственно будут работать. При этом многие, тоже большое количество выразили желание работать в лагерях тоже с категорией трудной жизненной ситуации. То есть чувствуют в себе силы, уверенность, что они что-то заинтересует их, что все-таки это для них будет тоже положительный опыт. Да, но вот вы уже не первый год работаете именно в этой сфере. Вот что меняется год от года? Какие тенденции? Вот вы что вот заметили? И вообще, как оценить эффективность сезона, как подводятся итоги? Вот вы на что ориентируетесь? Вот хорошо, если вот так-то так-то, а плохо, вот если чего-то не хватило? Конечно же, первое, это замечание, чтобы не было со стороны детских лагерей, да? Это в любом случае. Второй момент, это обязательно от родителей, чтобы не было никаких замечаний ни от самих детей. Да, то есть вы ориентируетесь вот на... Все-таки это критерий, чтобы нам как бы обратно сесть. Мы всегда проводим какую-то обязательно итоговую конференцию, куда приглашаются представители родителей, лагерей, да, непосредственно и детей. Но еще раз повторюсь, что у нас, когда уже идет образовательный процесс, когда, то есть, обучаем мы с февраля по май, то уже к ребятам выходят представители лагерей, и рассказывают все-таки какие-то нюансы своего лагеря, там, категории тех детей, которые к ним ездят и так далее. То есть какие-то проговаривают уже моменты, разрабатывают уже план сетки заранее, да, готовят какие-то конкурсы заранее, специальные программы, тематические смены, что сейчас очень актуально и интересно. Ну вот на итогах как бы мы подводим такой результат. И для нас важным показателем является то, что все ребята, вот, которые прошли через школу вожатского мастерства в течение летнего периода, все-таки были встроены и работали, там, то есть одну смену, две смены, три смены, то есть мы смотрим, какой процент ребят все-таки выпал и не поехал. Ну, как правило, он очень маленький, где-то в прошлом году процентов 8. Такие ребята уже на этапе школы вожатского мастерства понимают, хотят они работать в этой сфере или нет. Но я вот уверяю, что если они втянулись в эту сферу, то они из года в год уже ездят в вожатые. У нас есть там определенный клан старичков, которым уже там 22-23 года, они уже несколько раз ездили, и это нравится. Многие работают старшими вожатыми, многие заместителями директора работают. То есть это хорошая практика, определенная практика, которая нравится. Вторым важным показателем, как бы такой большой рекламы все-таки нету, о том, что это школа вожатского мастерства. Вот уже идет из уст в уста, через сайт сети интернет, через нашу группу ВКонтакте. То есть, значит, это говорит о том, что все-таки положительный отзыв. Ну и еще важно, сколько лагерей, представителей лагерей обратятся к нам за помощью, чтобы мы направили вожатых, потому что уже, если обращаются к нам, значит, все-таки говорят о том, что у нас достаточно высокий уровень подготовки и так далее. А детей и подростков, которые работают летом, их количество увеличивается из года в год или нет? Или у вас нет возможности больше трудоустроить? К сожалению, в этом году все-таки минимальный размер оплаты труда у нас вырос, и поэтому в этом году у нас цифра будет немножечко меньше. Есть определенное финансирование? Да, есть определенное финансирование, в этом году составит в районе 2,5 тысяч человек мы трудоустроим. Но еще раз повторюсь, мы ожидаем субсидии из областного бюджета, они поступят в июле. Если как бы все хорошо, то мы постараемся эту цифру увеличить, отказывать однозначно не будем. По практике этого года очень большой поток идет, вот в июне мы трудоустроили уже больше 800 человек, то есть по сравнению даже с прошлым годом, в прошлом году было 604 в июне. То есть еще набор у нас идет, то есть достаточно плотная запись для трудоустройства, и сегодня, и завтра, и послезавтра. Но тенденции хорошие, несмотря на то, что вы ограничены финансами, но главное стремление детей работать. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый ребенок, который обратился, имел возможность поработать. Спасибо большое за такой подробный рассказ, инструкцию, спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!